Я здесь только ради того, чтобы снять новости и напомнить вам про наши замечательные футболочки, толстовочки и вообще прикольный шмот. Как видите, про него я уже напомнил. Все ссылочки, разумеется, в описании к каждому ролику. Заходите, выбирайте, что вам нравится, закупайтесь, потому что зима, холодно, нужно дома, так сказать, быть в тепле и в красоте. Добро пожаловать в студию The Fall Stemper в эфире новости. Как всегда, здесь я, Вова и Алексей. Сегодня обсудим кучу всяких замечательных вещей. У нас большой двухнедельный релиз, а? Как вам такое? Лучшие игры на свете, как написано в ее рольбуке. Что, в целом недалеко от истины, да? Прежде напоминаем вам, что в эту субботу пройдет второй стрим с разбором ваших покрасок. Михаил, как всегда, будет давать бесполезные советы, но вам нравится, поэтому мы продолжаем. Не знаем, с какой часовой будет выходить, потому что, опять же, все зависит от того, сколько будет прислана миник. Возможно, в начале их просто много. Будут выходить два раза в месяц такие стримчики. Потом, может быть, реже, фиг его знает, но как бы в эту субботу точно будет. И в следующую, получается, через одну субботу, 28-е, по-моему, число, Вова... Вова, что ты расскажешь? Ну что, у нас будет Ян Уотсон опять в гостях. Ого, горячо. Третья книжка, где встречаются Инквизитор, Жак Драка, который любит трагаться с гиднократками. И говноедящие космодесантники из второй книги. Хорошо, на нашем канале будет много всего интересного. Комбо. Все лучшее, чего мы достойно. Единственное, вот знаете, я вот эту третью книгу, я ее заранее не читал. Я очень боюсь, что градус неадеквата будет недостаточным. Но я надеюсь, что Ян Уотсон не подведет. Такой будет знак качества. Да, как бы лучший автор Black Library. Всегда можешь положиться, что стрим будет вот такой. А он же закончил, да, тогда, где-то в 90-х писать? Ну да, ему не дали дальше работать с материалом, как ты понимаешь? Остановись, Ян Уотсон. Пока. Ну, надо сказать, что... Мы лучше будем болтер-порно писать, чем... Чем нормальная порно. Что у нас, собственно, в предзаказе? Как вы должны быть знаете из прошлого выпуска, у нас выходит замечательный, огромный релиз нового сезона... Вот так вот. Как же я боялся, что не приедешь на новости. Ура, 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 ура. Я рад. Но играть, конечно же, ты не будешь. Играть я, конечно, не буду, но у меня есть уже несколько вариантов, как распилить эту коробку. Исколькими разными людьми. То есть ты орков все-таки хочешь отнять? Я прям очень хочу этих орков. И прям 10 из 10, я не знаю, куда их в 40 можно припихнуть. Но можно теоретических волос запихнуть. Не точно, пофиг. Мы уже говорили про состав коробки, мы уже говорили про все, что было, кроме того, что в этот раз нам показали правила. То есть вышла в ГВ статья про то, какая из этих команд стартер играет. Free action. Я посмотрел статью про людей, про вот этих империал ноблов. И оно, на самом деле, для тех, кто играл во второй блокбол, это прям вот такое чувство, что калька с бретонцев. То есть там такие же чуваки, которые на месте бретонских йоминов, этих бичей. У них они называются империал ретейнер, лайнман. Они с таким же скиллом сдерживания, которые, когда тебя толкают, не позволяют подойти к тебе на этот шаг. То есть тебя оттолкнули, и все, и ты разорвал дистанцию. Сейчас все, кто с ракет играет, такие уже, тяночка. Ребят, подождите, не закрывайте. Ракет тоже будет. Сейчас толкнем всех надо, куда надо. Будет, да. Собственно, у них, кроме этих, ну это обычные, типа, дефолтные рядовые игроки. Помимо них, у них есть империал троверы. Те, кто делают пассы. У них скилл пасса, который, видимо, не поменялся. И добавился скилл раннинг пасса. То есть пасс на бегу. То есть он может сделать экшен квик пасса. И после этого, ну, все остальные, когда ты пасс сделал, все, у тебя заканчивается. Мне кажется, так с ракет выглядят для людей, которые не очень понимают в нем. Ни хера не понял, но очень интересно. Но эти чуваки, после того, как отдали пасс, могут еще продолжить свой мув. Нобл Блицеры, ну, как бы, Блиц у них. Ой, Блицер. Блок. Достаточно Нобл. Блицеров, да, достаточно Нобл. Но при этом у них еще есть бодигварды относительно обычных людей. То есть у обычных людей нету, так называемых, здоровых чуваков, которые будут лупить. Хотя у этих бодигвардов, как бы, треть сила. Такая же, как у остальных чуваков. И у них есть как раз стенд фирм. Это крепкая стойка. Это когда тебя толкают, можно сказать, не хера, я не толкнусь, пошел ты. И борьба, которая позволяет упасть обоим, когда выкидываешь, падают оба. Без пробития брони. То есть просто упали и вместе, и все. Как моя дочь недавно сказала мне, боройся со мной. Боройся. Мы все им записываем, стараемся записывать, что она говорит. И в отличие от Бретонии, этим чувакам доступны Огры. Огры в Бретонии нельзя было брать, насколько я помню. А тут Огры можно взять. Было бы тематично, если бы им, в отличие от Бретонии, был доступен огнестрел. Ну, нет. В Адболу нельзя выходить с оружием на поле в явном виде. Правда, это ничто не мешает дворфам кататься на гребаном огромном катке. Ну, недолго, правда. А у Скавинов, видимо, вот эти вот железные набойки на лапах, это так. Нет, нет, железные набойки на лапах, это норма, это не оружие. А, понятно. Стиль, фэшн там. А, фэшн, микрофэшн. Там же у всех, как бы, кассеты и прочее. Ну, кассеты-то это не оружие. И, собственно, как я понял по геймплею, оно, вот, ну, реально, как у Бретонии будет, например. Но при этом они почему-то, почему-то не описали спецправила. То есть, как в новой редакции, у каждой команды появились спецправила на команды. Тут написали, что, типа, Special Rules Old World Classic. Что? То есть, типа, чувак, ты давай их все-таки. Не читай наши статьи, а купи рульник. А, ну, понятно. Ну, в общем, люди все еще, как бы, это ни рыба, ни мясо, получается, что они драться особо-то не умеют, потому что у них нет чуваков с четвертой силой, которые могут дать морду на центре. И с высокой агилой у них там, как бы, хотя, ну... Ну, а что ты сразу начинаешь на это, по полюсам? Типа, либо морду бить, либо бегать, да? Ну, а они, получается, не умеют ни того, ни другого. Не бегать, ни морду бить. Ну, что у них перья красивые. Перья у них красивые, да. Знаешь, кто обычно кичится, что у них перья красивые? Петухи всякие. Да, Миша? Всегда знал, что Миша оверландец. Не, оверландцы с овцами развлекаются. У Миши я овец не видел. Только котики. Тогда он из Маринбурга. Посмотрим на орков. Орки у нас это команда неожиданных черных орков, которых можно взять только шесть в команду. Остальные это гоблины. С мясным оборудованием. Да. Это просто офигенно. Да, это забавно, чувак. При этом, ну, гоблины такие же, как и раньше. То есть мелкие, пронырливые, всякие такие. Но при этом у них неожиданно появляется крепкий череп. Раньше у гоблинов не было крепкого черепа. Тут это объясняется тем, что черки выбирают самых таких, самых выносливых. Подошел к гоблину, сжал башку. Да. Если не лопнул, значит подойдет. Давай в команду, чувак. Крепкий череп, собственно, это пробивается на девять вместо восьми. Станет. Когда пробивание брони, вместо восьми на девятку приходит. Ну, то есть его сложнее поставить. Ну, а в остальном, как бы, тот же додж, тот же он мелкий. И, как бы, не. Ну, гоблин как гоблин. Вот. А сами черки. Черки, насколько я помню, в обычной оркерской команде просто не имели никаких спецправил. То есть там было, ну, статлайн выше, чем обычного орка. Типа плюс к силе. И мелкий мув. Ну, так и есть. Четвертый мув, четвертая сила. Но, помимо этого, у нас есть спецправила броулер. Бройся со мной. Да. И, ну, такое, на самом деле, когда ты делаешь блок, но не блиц, что очень странно, кстати. Ты можешь перекинуть один кубик, падают оба. Я напомню, что просто есть скилл, который позволяет, когда падают оба, ты просто не падаешь. Ага. А тут, как бы, ты прервал лишь один кубик. Это как в том, где прыгаем вместе, а потом прыгнул, а ты такой, типа, ага. Да, да, да. Помимо этого, у них есть граб, который как раз вот... Хвать. Хвать. Который вот это. Да. И еще тут есть, конечно, описание, что, типа, в отличие от анимосити орк, обычных орков, у черков чуть-чуть по-другому. И это опять возвращает нас к тому, что есть спецрулы команды, которые, у черков, это Badlands Brawl и Brewery and Corruption. Brewery and Corruption написано, что... Нужно спорить, короче. Раз за игру, когда кидаешь по таблице Arc the Call Table, который, как бы, тут, кстати, ее нет. Ты можешь переролить. Да, колы. Мы не знаем, что это за таблица, насколько что там плохое на коле, что происходит, но, наверное, полезно. Ну как, все, красная карточка. Красная карточка. Нет, учитывая, что это, как бы, описание анимосити, возможно, орки начнут драться между собой на кол. И тут ты можешь это переролить. Понятно. Короче, инфы пока не хватает. Инфы не хватает, да. А Badlands Brawl разблокирует количество всяких штук для Green Skin и Ogre эксклюзивов. А какие эксклюзивы? Что? Алло. Дайте больше. Купи рульбук. Купи рульбук, да. Не, но рульбук будет в стартере. Купи стартер. Купи стартер, да. Скорее всего, придется покупать. Я вижу, что у Зомбии четвертый ФНП. Это регенерейшн. Это когда он уже ушел по травме, ты кидаешь 4+, он может встать. И, ну, блин, Undeadов я особо не читал, потому что я проглядел эту строчку в релизах. Но мне нравятся миньки Undeadов, они прям забавные. У них там в одном правиле написано, Masters of Undead, который что-то на четвертом шаге постгейма, что-то там с драфт-плеерами. Ладно. Забейте. Давайте скажем, что все прекрасно в замечательном Blood Bowl. У них новая редакция. При покупке, ну, точнее, при предзаказе Blood Bowl, стартера, ты получаешь ключ на бета-тест третьего Blood Bowl. О, прикольно. И, вроде бы как, это, типа, предложение ограничено, и, пацаны, давайте, там, первые, там, сколько-то людей, которые это сделают, получат ключ. И в релизе у нас, соответственно, это Blood Bowl Second Season коробка. Коробка, да. Где как раз вот эти петухи с перьями и терки. В Official Rules книжечка. А, вот же, да. Блин, это что, они не положили в коробку релиз? Ну, это же не значит, что они его в коробку не положили, потому что отдельным релизом. А, ну, может быть. Новый сезон. Окей, тогда хотя бы можно купить релизбук отдельно, без коробки. Ладиболь Триман, то есть с белочкой. Да, это тот, кто поймал белочку. Специаль Плей Кадз. Карты, они в Африке карты. Вульфбурн Крипт Стилерс. Ну, это вот как раз эти андеды из Вульфбурга. И какие-то некромантик, хорроры, питч, карты, дайсы. Это все для них, правильно? Нет, питч это поле. Где у тебя скамейка запасных, вот это все фигни. И кубы выглядят как тыковки такие. Шпайк Ищу, 11 номер, соответственно, ежеквартальный, по-моему, журнал, да. Где все это, и ежемесячный журнал, White War, и еще 458 номер. А вообще, вот подытожим все это про Blood Bowl. Они довольно-таки хорошо перелопатили, получается, правила. Добавили кучу нового. Поэтому в него будет еще более интересно играть. Что как бы намекает на то, что Blood Bowl неплохо продается. Игра жива, все работает. Они продолжают печатать это все дерьмище. И, более того, весь этот релиз у нас две недели продлится. Потому что в Next Week нам говорят, Blood Bowl, покупайте наши мини-чки. Мы как бы готовы покупать что-то другое, но... Попау. 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 А, еще они же в этом рульбуке разделили команды уже сразу по тирам. Там кто-то тир-1, тир-2, тир-3. И, кстати, вот орковская команда мне по геймплею и по описанию очень напомнила лизардов. То есть там тоже самое, там есть большие вот эти... Большие ящерицы, Вова, ты должен... Ты же читал что-то по ФБ. Крахсегор. Это самый большой. А есть еще... Завр. Наверное, Завр, да. Ну, есть Завры, которые как чёрки как раз. Темплгарден. Вот. Скинки, которые типа гоблины. И вот Крахсегор, который типа тролль. То есть получается такая же, например, команда. По геймплею как Лизарда и как Оган. Ну, короче, ГВ взяла выходной по всем фронтам, кроме Батбола. Ну, как бы... Да и Латушки. У нас, как бы, спортивные новости. Да. И, как это водится, пока наш выпуск был в производстве, вышли новости о рождественских наборах. То есть на момент выпуска мы знали только какие-то слухи там, несколько картиночек. Теперь мы знаем полный состав. Итак, загибайте ваши пальчики. Интердикшн Форс для Спейс Маринов. Тут у нас толпа Примрисов. Причём не обычных Примрисов, а все такие типа там более-менее какие-то специальные Примрисы. При этом в комплекте и Ихренулька, и Шагоход. Дисимейшн Варбанд Хаоса. И тут тоже все новые Минги. Ну, почти. Новые Мариночки, новые Терминаторы, новые Халки. И даже Лорд в целом достаточно новый. А на закусочку старый Мауир Финт. Эридикэйшн Алиджен Некрон. И тут, надо сказать, достаточно странный набор. Потому что из нового тут что? Только типа Ворьеры? Всё остальное доброе, но старое. Ну, а взгляните на Бэщен Пелотун. Здесь, в принципе, новых моделек, как и у всего ИГ, не завязали. Но набор как старт для собирания вашей ИГ-шной армии отличный. Хорошая скидка, берите. Стар Пульс Кадры. Целая коробка синемордах. Здесь и обычная пехота, и батлсьюты, и даже Ховеркрафт один каким-то образом затесался. В принципе, очень неплохо. Бладсворм. Крайне злая коробка тиранит. Единственное, я чё-то не вижу. Наши дефолтные пехоты, какие-то генокрады, летающие пацаны. Где хромаганты? Где вот это вот наше всё? Но, в принципе, тиран на месте. Большие парни на месте. Можно брать. Ну и заодно общим скопом показали коробку комбат-патруля Баладон. Так как их кодекс буквально на носу, а мы знаем, что сейчас с каждым кодексом будет выходить вот эта вот стартовая коробка, чтобы вы могли спокойно начать сразу играть на самый малый формат. Комбат-патруль, который, собственно, так и называется. И здесь у нас обычные интерцессоры. У нас есть новая ринка приморисов. Немножечко агрессоров. Жёсткие инфильтраторы. И даже приморис-либрарий. Ну, в вакууме набор для космонесанта неплохой. Миньки-то хороший. Но только как-то он не очень сильно отображает блодов, которые, типа, там, на паках врываются, начинают всех рубить. Там тут же на поле боя мрёт девкомпани. Вот это вот всё какое-нибудь врывается. Девкомпанийский дред начинает всех хватать за задницы. А это чё? Ну, просто в красный обычных марв перекрасили. Как-то, вот, по мне, нет в этом души. Ну, и у нас есть такие же стартера для АОСа. А именно, Огр Моу Трайбс. Ну, это обычные Огры, их здесь много. Большая пушка и даже старый гигант, который на самом деле теперь лилипуд. Дисайплс оф Дзинч. Огромный, огромнейший петух. И целый курятник вот этих людей-петухов, которые бегают своими странными щитами, оружием. И даже там двухглазый вот этот вот прикольный, как из лабиринта Фавна, маг. Харадрон Оверлорд. Четыре с половиной большие тестикулы и шесть малых. Немножко корабликов, немножко самих гномиков. Хорошо. Ну и Глумспайт Гитс. Маленькие красные шарики и большие голубые гиганты. В том числе один фиолетовый. Грибами уже весь порос. И здесь и в сорокете, и в оосе на самом деле не так важно, насколько эффективны те юниты, которые входят в эти коробки. Потому что главное это все-таки скидочка. Эти коробки тупо выгодно покупать. И они, так как на рынке буквально там очень мало, их обычно быстро скупают. Поэтому раздумывать не стоит. Как только появится, сразу хватайте и бегите, потому что разберут их быстро. Особенно сейчас. Я уверен, что ГВ как всегда напечатал их не столько, сколько нужно, а гораздо меньше. Поэтому коробки закончатся, ну буквально там, не знаю, в течение часа. Что в целом хорошо для ГВ, но для нас, как вы понимаете, это путь на ebay, где часть из них осядет в карманах и на прилавках всяких перепродажников. В эту же субботу, 21 числа, у нас очередной будет студийный обзор новинок. И у него говорящие названия. Decadence and Decay. Соответственно, у нас как бы напрашивают сразу из АОСа гидранисты слуаниш. И напрашивается Девгард из Саракет. Уже пошла инфа. Может, это моральное разложение? Вполне возможно. И этим разложением может быть разложение альянса порядка в АОСе, которое устроило мораль. Вряд ли будет Decay. Да. Это у нас разложение. Скорее, так и кунотации имеют. А у них там чем-то. Знаешь, будет смешно, если ты ждешь Дизгард, а второй релиз это Нурглит и АОС. Пара-пара-пам. Ну, у них, кстати, нет уже нормальных. Ни на что. Ничто не намекает. Да не, я шучу, конечно. Конечно, это будут слонишки. Декабрьский релиз Девгарда. Уже показана мексиканская бутылочка с правилом, сейчас расскажем. Да, есть герой. Ну, как бы должно быть, да, там Дедушка Мороз, Дедушка Нургл. Ну, вообще, вы знаете, очень странно, ну, Дизгард понятно, как бы он точно будет. А вот с этими гедонистами слониши, их только что переиздали. Они свой предыдущий бутылтон получили типа полтора года назад. То есть, вот прям только что. Очень интересно. Так нет, у них же миник нет ни черта. Ну, хорошо, мы просто переиздаем бутылтон с новыми миниками. Так сейчас же обещает третья редакция АОСа. Ну, там куча еще не переизданных фракций. Ну, ничего, ничего. АОС врывается. АОС, я понимаю. АОС врывается, соответственно, нужно поддержать как-то. АОС и так бардак просто с фракциями. Вот мне интересно, кстати, тут тоже работает тот же принцип, что просто сделали кучу миник этих морталов слониша, типа надо выпускать. И эти ребята приходят в отдел разработки БЭК, такой, пора слониш проснуться. Почему? Миньки есть. Они такие, все. Или наоборот. Наоборот, типа, блин, миник нету, пора слониш заснуть. Они такие, ладно. Ладно, окей. Как и было. Все же успираемся, блин. Чисто технически у них происходит. Поэтому ждем, как бы, в субботу уже, получается, две причины ждать субботы. Наш стримчик, стримчик ГВ будет в субботу 21 числа. Надо разнести по времени. А все нормально, ГВ сейчас как раз закончится, и наш начнет. Все продумано. Давайте ознакомимся с мерчем от Black Library. И на этот раз это даже что-то в целом забавное. Потому что нам предлагается The Solar War Map. А, ну, кстати, знаете, это очень похоже. Может быть, кто-то из вас помнит, полтора-где-года назад выходил компендиум БЭКа про Крусейд в Миры Саббат. И там была точно такая же карта, ну, в таком же стиле, но той военной кампании. Здесь то же самое, но про Садутер. Ну, короче, это типа карта Солнечной системы во времена, когда Хорус пришел... Увидел и не победил. Ну, хотя бы посмотрел на оператора. Увидел Париж. Перед смертью, да? Увидел Париж и умер. Ну, в целом, забавный артефакт, который кто-то, наверное, с удовольствием купит и будет перепродавать наебанно. Ну, она типа вот прикольная, так же. Она действительно, она крутая. Если по аналогии с предыдущим изданием, Саббат World's Crusade, да, она клевая. Стоит ли она сотен нефти, это уже другой вопрос. Ну, вот что с ней делать? И ты купил ее, такой разложил. Ну, на стену ты ее нормально не повесишь. Потому что она должна быть свитком, по логике. Ролик снять какой-нибудь максимум, да? Да. Есть более практичные вести. Legion Pin Badges. Это разные легиончики себе прикрепить на грудь. Не знаю, зачем, чтобы быть полным... Дешевые китайские поделки. Это называется, смотри, что я нашел на Алиэкспресс, по-моему. Похоже, кстати, да. Это очень возвращает меня где-то в конец нулевых, когда у нас были магазины с мерчем, анимешным. Ты мог купить там что-нибудь из блича такой, там, значок какой-нибудь. Ты, по-моему, сейчас можешь. И все, я такие, ты что, анимешный? На рюкзаке надо вешать. В мутищик такой идешь, один с этим значком. Нормально, на лацкан прифигачил себе ультрамаринскую инсигнию. Потом так зашел, за угол, так снял, а там инсигнию Альфа-Легиона. Пам-пам-пам! Да-да-да. При этом, кстати, не все же, да, легионы? Ну, здесь с ним показали не все. Вот той же ультры тут нет, например. Здесь всего 9. Тут почти все предатели, посмотрите. Дарки, железные. Заметь, да, все хаоситы и дарки. Ну, это вот это Рейвенгард, по-моему. А, и Вайскар. Но все остальные предатели. Все остальные предатели. Есть еще нашивки. Это магнитики на холодильник? Нет, это нашивки на отдельно. Ты можешь, типа, себе бахать куда-нибудь. Я сегодня не феррат. А может, еще и Готрик гурниф? Готрику не на что нашивать, он же Слеер. Ну, типа, из всех разных вселенных, тут Некромонда, Эйдж оф Сигмарса, Ракет. Не, ну, понятно. Почему не ферраты именно? Я не знаю почему. Ну, как бы... Это, типа, вы хотели релиз для вампиров? Жетя. Ну, как-то, да. Не знаю, могли бы как-то... А Штерн это для ГК, да? Типа, тоже релиз? Нет, это вот это вот. Или другой Штерн? Это сестра именная. А, Фрайлштерн. Да. Блин, опять возвращаемся к тому, что они даже имена не могут разные придумать. Ну, и Джерика опять за собой не убрала, я не понимаю. Калбин. Происходит. Вот такие... Такой у нас мерчандайз. Кажется, Black Library, как обычно, не разочаровывает. Вообще нифига. Так, давайте у нас немножко изменения в формат. Мы сейчас с вами поговорим о расписании нашего изучателя. Канал, чтобы вы не разбежались к концу. Это важно. Потому что у нас в... Я ничего не знаю, что у нас, в самом деле, будет происходить. Как все начиналось? 18-го числа у нас оплата квартиры. Оплата квартиры, обязательно. 18-го числа оплата квартиры. 19-го числа у нас замечательный ролик, как все начиналось между Вовой и Мишей, по-моему. Да, начало наших отношений, так сказать. Денис, нам тоже надо такое записать. Давай. Потому что... Какого хера вообще? Молодежь вырывается. Часть вторая, особенно, на день будет называться. Вот. На премчике. При этом, как бы, на основном канале... На премчике это уже было. А, да, извините. Поправили меня, да? Скоро... А третья часть будет, ну, останье Мишин, да? Алексей продумал уже кучу контента на годы вперед. На премчике в это же время, что влияет на... Как вам вообще нравится собирать вашу армию или нет? Рассуждаем в нашей авторской программе. Мизотропот FM и все такое. Далее, значит, у нас, скорее всего, 17 выпуск ТАО. Меня очень попросили выпустить на этой неделе, потому что там... Седьмой. Семнадцатый. На общем канале седьмой, а на премчике семнадцатый. И у нас какие-то, получается, тематичные недели. Собираю Девгард тоже на этой неделе. Тридцать шестой выпуск. Я продолжаю. Боройся с разными оппонентами. В основном подписчиками. И восемнадцатый выпуск на основном канале тоже. Я уже не помню, что там было. На что, восемнадцатый выпуск мы снимали. Ух, хрен знает. Когда еще другая редакция была? Давно и неправда. И у нас в воскресенье на премчике заключительная, получается, на данный момент серия на старт Волки. Пятая, где Митродор, наконец-то, натаскивает свою псарню на стол и пытается бройся с кустодисами продюсера. Так можно сказать, пробный репорт за Волчатину. Оставайтесь с нами на этой неделе. Посмотрите все так или иначе. И у нас важные события. Я не хочу смотреть. Посмотри. Так или иначе. Гве тизерит правила новой балалайки Нургла. Печка, вонючка, стоит в поле, воняет, дымит, что-то тут не происходит. Но пока мы знаем о том, что точно она раздает в шести от себя лайт кавер. При этом ты должен находиться полностью в шести от этих, от этого. Как полезно. Да. Если ты уже в ковре, то по тебе минус один тухит. Что в целом как бы... А если у тебя уже минус один тухит? То все еще минус один тухит. Пара-пара-пам. Там же можно какую-то херню скастить, да? Миазмов, Пестлинс, да. Типа, ну, вот то, что сейчас сказали, это, типа, напоминаю, у ХСМ есть, как бы, звезда хаоса, очко, вернее, которая раздает пятый инвуль с расширяющейся аурой, и она, как бы, нахер не сдалась. То, что раздает шести ковер, ну, да, там еще, как минимум, она будет как-то, во-первых, взрываться, и, судя по всему, при этом Нургла не задевать, и она еще, как-то, будет мучить вокруг себя оппонента. Ну, если в шести, то, как бы, ну, ты не едешь к ней, и все. Без ласки взорвал. Да. Если можно будет ломать, конечно. Ну, вот очко можно. Можно, если взрывать, значит, можно. Очко. Очко, напомню, мешало кастить противника, он там все время перил получал на дублях. Очко, жим-жим, и... И дубля нет, да. Ну, короче, пока ГВ не придумает интересные правила для... Тирейна фракционного. Да для любого. Для всех фортификаций. Ну, у нас пока не играет, по-моему, ничего. Я просто не уверен по поводу спейсмаринского бункера. Я не видел, чтобы кто-то кричал. Бегал с ним и кричал, бункер. Так он же только вышел. Ну, не, ну, на нем пушку много. Да, ну, наверное... Ну, хотя бы стреляет. Не ковер раздает. Ну, да, он хотя бы стреляет, да. Ну, в общем, понятное дело, что придется купить, но очко стоит на полке, и в целом будет баночка с текилой стоять там же. Сможешь засунуть эту в очко. Кстати, да, наверное, влезет, судя по предполагаемым размерам. Интересный. Интересный ход. Ладно, у нас есть также новые мини-чки. Не знаю, по-моему, их не видел. Это кошки-пиркеты для некромов. Дрип-бэк в чем заключается? Есть эшерки, которых как бы не задалось с личной жизнью. Поэтому они окружают себя животными. Котиками, понятно, да. Чисто кошатницы. И кошки имеют даже профиль, могут драться, как-то кусать и прочее. Менькие чудовищные. Это, знаешь, мем нужно делать, типа, вот этого котика, там, голодный, и котик, который у Еврейнбахт в пельмени. Так я говорю, модельки страшные. Не в плане, что они уродливые, а в плане, что они реально какие-то мерзкие. Они как-то и вываливаются. Ты шерок видел вообще? Справедливо. Рады за некромонду. Говорят, что хорошая вселенная, игра личная. Да, и конкурсы интересные. Ну, до этого дойдем. У нас есть интересная статья с дружественного ресурса, с разбором, так сказать, будущего наших мини-варгеймов. Мини-варгеймов. Пусть будет так. Но! Шокирующая новость, которая дошла до нас из комиксов Marvel. А Колгард, оказывается, не настоящий! Отдельный! На самом деле, вот стрип вы видите перед собой. Колгард и некий Тоситан тренировались. У них, типа, был экстернатик, в котором готовили рекрутов в ультрамарины. То есть не официальная подведутся на ультрамарином организация, а ты пошел бабла, дал репетитору, и вас, типа, готовят к становлению ультрамаринами. Вот чего они не знали, так это того, что экстернатик, на самом деле, был кхарнинским культом. Ну, типа, там, типа, все скорабтились, кроме этого Колгара и Титцитана. Ну, короче, Колгара отткнули за точку, он умер. И такой, типа, Марниус Колгар никогда не станет спейсмарином! Марниус Колгар! Звучит хайпово! Ну, в целом, как бы, ничего не избедилось. Да. Ну, просто, как бы, один из святых образов лоялистов, это врун. А какая разница? Ну, ему было лет 12. Мерзкие вруни. Вообще, вся как гвшная, вы гвшная, плейлистская... Обманул однажды, обманишь дважды, может, он кодекс мечтал. Один раз ноль, всегда раз ноль. Да? Один раз персил. Ну, вы поняли, здесь хасидское лобби, мы тут проживали. Снимаем сразу. Готовы охватиться за любой прокол лоялистского машины по эндокринляции. Ну, какая разница? Да и, понятно, забавный сделали, как бы, твист там в прошлом, типа, что... А-а-а! Еще бы Марвел не сделали какую-нибудь такую дичину. Действительно, вот из всего, что они могли рассказать про Колгара, они, конечно, впихнули какой-то никому не нужный неканодичный твист. Рассказали бы про то, как он страдает, что же Лиман теперь главный альфа суповара, или что-нибудь о том роде. Та же проблема, как у Дарков была, да, типа, с Лютсусом, фото Лютсусом. С Лютером. Лютером, типа, оп, и все. А здесь такой Колгар такой, Лютер, я понимаю тебе, братишка. Представляешь, сейчас придет журограф и скажет, что, типа, я тут был главным, уходите все, и мы с Вовой такие, ну ладно, расстроились. Ну такое себе. Хорошо. Ладно, будем с этим... Какая дичь. Ладно, у нас есть очень странный слух от контент... нет, да, контент-менеджера некого проекта Гуннхаммер, я понятия не имею, что это. Очередная западная побойка. Да, и он говорит, что кодекс Девгарда прям топ-10. Млевотина из 10. Это, знаешь, вот тема спортлото примерно то же самое. Хоть раз, хоть раз кто-нибудь в слухах сказал, что кодекс, который выходит, говно. Хоть раз. Это правда. Ни разу. Типа, выходит кодекс сладенький. Я даже молчу про вот эти Next Week, или как их там называли, когда вот ГВ саму описывал кодексы. Ну да, статейки. Статейки. Они там всегда пишут, что все хорошо. Ни разу в слухах не было сказано, что кодекс говно. Все, кто читают, такие, ооо, типа я видел кодекс, он прям конфетка. Выходит кал просто последний. Я ничего не знаю. Не, ну, самые лучшие редакции, как известно, самые лучшие кодексы. Всегда так. Ну, и с одной стороны, как бы, фиг с ним, что там люди говорят, но это вот, знаете, подтачивает всегда веру. Ты такой сидишь, ничего не ждешь, такой слух. Кодекс будет отличный. Ты, знаешь, на секунду такой надежда тебе проскакивает. Пути к разочарования. Сука. Вот именно за ту секунду слабости, когда ты посмел надеяться, ты себя ненавидишь, потом сидишь. Что за тварь сидят в этом Гунхаммере непонятном. Нехорошие люди. Все еще могут быть продажные блогеры. Но у нас есть важная тема для аналитики. Дружественный ресурс. Под названием «Старый петух. Фонарь». Продолжай Андрею ребрендинг. То есть сейчас он называется «Лампач», а будет «Петухач». Петухач. Хорошо. Какой-то кудач там, не знаю, можно что-нибудь задумать. Провел, значит, аналитику произошедшего с ГВ за последние несколько месяцев. И то, к чему ГВ в целом стремится. Что утверждает Андрей? Значит, или это не Андрей? Возможно, не Андрей. Андрей Журавлев никогда не станет научником. Ты ситан всех подсидел. По системам. Адептус, Титаникус. Вот, типа, все вроде как замечательно. Есть все парни, все титаны в пластике, какие-то... Кроме этих пиздюшат. Маленьких, они пока в смоле. И вроде как неплохо продается. И если все будет дальше идти в таком же плане, то рано или поздно должны появиться, по идее, ксеносы. Но сейчас... И хаоситы. Хаоситы. Первым делом, естественно, потому что сеттинг, напоминаю, это у нас ересь Хоруса. И все начиналось как раз с этого Хоруса в ересе появился, когда сказали, ну, решили, почему одинаковые титаны дерутся друг к другу. Сказали, ну, предательство. Гражданская война. Соответственно, хаоситы. Ну, а потом, может быть, уже кто у нас... Только я не понимаю. Орхельдары. Окей. У, собственно, этих есть дома титанов, там, да, рыцарей и прочее. Кроме стомпы, там, кого ты будешь ставить? Гарганты есть. Есть. Гарганахт. Марканахт. Ой, да придумают. Ой, что-то были бы модельки, а уж бы их придумали. Всякие мегадреды есть, там, этих шагатей до жопы. Есть Рузботы. Так-то там... Че? Рузботы. Об этом я даже не слышал. Это полутанный Лемонраз, который, как бы... Транспормер, да? Ну, типа, вот представь, вот мы Марканахту заменим ноги на ходовой от Лемонраза. Прикольно. Вот это вот Рузбот. Хорошо. А Уильдар? Шагателем, там, Ева, Титан у них же есть, там, че ты... Ну, Титан и Ев, все, два. Ну, я уверен, что... С разными закачками, там, севитер... Титаны, че, сколько их там видов? Я уверен, что под игру специально напридумывают, в случае чего. Всегда так было. Да. Они просто... Можно, знаешь, можно открыть, нагуглить список юнитов из Эпика и посмотреть, что там было. Да? Ой, там в Эпике такой кал начнется, там башня черепов Кхорна... Все ждут еще, да. Помнишь, какие-то просто морды ездящие на колесах. Да-да-да-да-да! Там мы до Демон Примархов доберемся, да? Такие были. Можно было Демон Примархов в Титаникус запихнуть. А потом объединить Титаникус и Аэронавтику. Можно будет бомбить Титанова бомберами. Ну и, короче, аналитик утверждает, что, типа, первая редакция подходит к концу. И когда-то, возможно, будет в ближайшее время вторая редакция Титаникуса, потому что первую, типа, они проработали. Далее у нас Некрамуна. Цитата. Самая стабильная система из побочных, релизы которой не останавливаются ни под какими предлогами. И такая, типа, Килл Тиму привет передает. Что в целом, да, Килл Тим как-то протух уже. Я тут узнал информацию, которую я не был в курсе, что ГВ выпустил из этого командной дополнения про командиров. И через месяца три сказал он нелегальный. Типа, мы что-то взяли какую-то херь, в турнирах это применять нельзя. Тормас. То есть... Это все еще, типа, отдел баланса, миллионы плейтестеров, миллиарды игр по всему миру перед релизом. То есть, продавать одну миньку командира и кучку картона за 3,5 тысячи, это легально? А вот играть с этим нет. Да. Ну, а там есть люди, которые решили не принимать такую позицию делал. И пишут какие-то свои хоум-рульчики и по ним играют вместе с командиром. Отверждая, что это в целом балансно. Но как бы это на их совести мы не знаем, поэтому рекомендовать вам не можем. Но суть в том, что Kill Team сам пытается в целом как-то в своем комьюнити вариться, несмотря на то, что GW сейчас анонсировано какое-то дополнение там. И все, что мы знаем про Kill Team, достаточно, в общем, GW не очень поддерживает. И фиг его знает. Наверное, не очень восприняли, в принципе, эту игру. Хотя вот некромунда в целом, для меня наоборот, всегда была некромунда какая-то мелкая хрень, а Kill Team все-таки подготовка к большой системе и через нее можно входить хотя бы. В некромунду некуда выйти. Наоборот, некромунда уже уходит, когда устали от большой системы. Ааа, ну все, он рогично. Типа наигрался такой, типа все, нахер. А тут пилишь своих бомжей. Бомжей радуешь. Вообще, как-то странно, как года полтора назад Kill Team был очень хайповый. Он постоянно был на языке. Я и не заметил, что он сдох. Года три назад и вармашина была хайповая. Да, да, давно не будем огрозны. Ну и, собственно, релизы некромунды подтверждают, сейчас Дом Орлоков завершается. Они начнут какие-нибудь новые дома придумывать, потому что вроде как все вот эти дома... Там еще полно неизвестно. Следующие Вансары книги, Дом искусств. Потом есть неизданные фракции некромунды. Сапайрерс, Редскинс, Кевинс, какие-то... Скевинс? Скевис, близко очень. Ну это не красавиум. Обманул. Редемптионист. Поэтому... Ну как бы ничего не мешает тебе просто скевинам в коммерции для каких-нибудь бомжей. То со скевинами, в принципе, никогда ничего не мешает. Тут у некромунды не нужна. Варкрай. Значит, у нас сменилась, по сути, редакция новая вышла. При этом Варкрай у нас в основе изменений сеттинга АОС и сейчас находится со всеми там. То есть действуют эти вот Shadow... Эльфы, короче, темные. Короче, все эти банды ты можешь в случае чего взять в большой АОС. Не факт, что это даркнеты пусть будет. Даркнеты. Даркнеты. Сюжетно как бы типа вплели все это в то, что сейчас происходит в АОСе. То есть в новую редакцию как-то это переходит. И это, с одной стороны, на Kill Team смотришь, там тоже как бы вплетемся ракет, но это не помогает. Но с другой стороны, типа Варкрай, вроде как, да. И если они выпускают второй редакции, значит первая зашла, в принципе, и направление выбрано правильно. Люди покупают, играют. Не обязательно покупают и играют. Вон там коробочка стоит даже распакованная. Не считается. Не считается. Окей, там вот есть коробочка распакованная, она не играет. Я ее уже убрал. Ты не найдешь ее. Вот она. Вот коробочка. Что я найду? А Минки, Минки не здесь. Минки-то не здесь. Короче, с Варкрай тоже зашло. А вот Аэронавтика... Ну пока на самом деле просто непонятно. То есть они тормозят чуть-чуть релизами. Очень мало всего. Очень мало всего. И еще половина в Смолеи. Твою мать. Твою мать. При этом как бы даже, ну то есть у нас есть по сути нормальный имперский релиз, да? Там более-менее самолетиков. Что-то орков. Орков более-менее, да. Все. У Тау там так... У Тау полтора там коня. И на этом заканчивается. А как бы напоминаю, что это не какой-то кусочек там маленькой вселенной. Это полноценный сорокет, где все фракции присутствуют и все должны по идее святаться. Ну все, у кого есть самолеты. Да. То есть, ну в старой редакции аэронавтики были еще Эльдары и Хаситы. И Спейсмаринов. Спейсмаринов-то нет. С другой стороны... До сих пор в аэронавтике нет Спейсмаринов. Никто не летает на кирпичах своих. Ну да. И как бы... Особенно когда ты купил только стартер аэронавтики такой... ГВ, подожди, подожди, ты не собираешься там застрелить аэронавтику? Аэронавтику. Я понимаю, что специфичная в целом система. Но мы тут обо всем говорим. Все специфичное. Поэтому типа... Ну да, там типа ходят по полю какие-то роботы. А здесь что-то самолет летает просто по гельсам. Над полем. Может быть это... Властелин колец. Давай поговорим о специфических системах. Что с Властелином колец не так? В целом, наверное, все. Они поддерживают все время информационный фон какой-то. ГВ перевыпускает в пластике старых героев. В Сомале. Новых каких-то наборов вот этих. Помните там. Они же все выпускают. Они все это поддерживают старое. То есть кто-то это покупает. Ну понимаешь, кто-то в это выбирает. Я просто охреневаю свой стиль наконец-то, если честно. Я сколько себя помню, по нему всегда что-то релизится. Вот знаете, как гребаный зомби. Он воняет, он гниет, от него отваливаются куски, но он идет. Как это вообще работает? И чтобы как бы пояснить позицию. Все эти релизы, вот как я себе это представляю. Все время выпускают там типа одного героя. Еще с несколькими. Но это типа единичные какие-то миники. Плюс там какой-нибудь этот подающий пиво. А ну да, отрядов-то не было. А вот что типа какой-нибудь там набор. Роха, вот конницу взял, вот этих взял, пошел. Тут как будто знаете просто существует огромная куча миник, Который сами отлично играется и просто маленькие там наборчики пускают дополнения. Ну героя еще возьми. Ну в целом да. А где эти миники? На сайте ГВ. На сайте ГВ. Ну типа золотой... Какого мать твоего года? Ну охерительно старого года, да. Золотое время же было там в начале 2000-х. Когда только вышел фильм-то. Ну да. Ну ладно. С тех времен эти миники. Хотя может быть не так. По-моему так. Я не знаю когда они выходили. 20-летие выхода первой части трилогии помещается. Ну в 2001 году она вышла. Выйдет? Да. В 2001 году она вышла. А, в 2001 году она выйдет. В 2021 будет день и ты до сих пор в 90-х. Нет, я просто это неправильно понял. Короче может быть активизируется по этому поводу. По крайней мере они же деньги за это платят. Лицензию надо что-то с этим делать. Мне кажется они скорее ее единовременно купили. И ее просто надо использовать. Тогда еще. А если они ее купили до выхода фильма, то купили ее за копейки. Я вам даже больше скажу. У них скорее всего есть какое-то условие в контракте, что ты теряешь лицензию, если ты с ней ничего не делаешь в какое-то время. И поэтому мы периодически видим эти релизы типа орков из Гуантанамо. Четыре мужика тащат тараны. Вот в таком вот духе. Хорошо. Очень может быть. Потому что да, если ты теряешь лицензию, значит надо вообще все снимать. производство и снимать продажи. Да. Поэтому мы выпустим какую-нибудь хрень. Да. Underworld. Помните такое? Помню. Мы играли когда-то. Помним, любим. Скорбим. Скорбим. И в целом тоже все хорошо. Потому что выходит новый сезон Dire Chasen. Новый стартер лиминетов и гитанистов Сланеж там будет. Плюс как бы после этого очевидно новые банды будут выходить. Уже сказали, что как минимум серафончики появятся. Ой! Вспомнили! И о Сиархе. Ну то есть со времен ФБ не было ни одной миньки новой для серафона. Ну пирамиды не считается, я думаю. Это теряет. Именно миньки. Даже АФБ у них был вообще какой-то древний армибук. Ну да. У них очень старый модель. Или седьмой. Они даже англососполовки получили. То есть тут наконец-то им дадут хоть немножко их этих... Ну знаешь как... Нет. Блотбольная команда была. А, ну окей. Ладно, хорошо. Знаешь, один наш знакомый новостник сказал бы, что это считается реализом серафонов в пластике. А, ну да. С другой стороны, можно вспомнить несчастных бретонцев, которых даже из Блотбола вымели. Ну да. Эф. Эф. Ну короче, там все работает, все продается. Игра, даже компьютерная есть. Undervolt зашел и будет развиваться. Так жалко, что он нам все-таки не зашел. Ну, как знаешь. Надоело. Уходи, уходи. Да. Межпрочем, в коробку от Undervolt отлично кладется аэронавтик. Полезно. Полезно. Там как раз вот этот вот гекс, который посередине в него как подставки вот эти аэронавтик вкладываются. У вас прям, блин, какая-то преемственность коробок. Да. И, кстати, жетоны, которые в Undervolt все эти типа походил, почаржил. Тоже очень удобно в аэронавтике использовать. Маневр сложил. Полетал, почаржил. Положил. Пострелял, перевернул. Вот так вообще. А я в ролевке их использую тоже. Фейтпоинты, в Undy, почаржил. Да. Прикольно. Я, кстати, тут задумался. Мне же Миша говорит, ты не хочешь провести ролевку? Я говорю, да какой я ролевчик? Он говорит, ну вот, например, у тебя есть книжка. Ты не хочешь, например, как развитие для того, чтобы у тебя была... Ну, как люди его делают в том же Фронтире. Они ролевки роляют, потом это в бэк вносят. В том, чтобы ты хочешь посводить книжки. Сделать ролевку. Ну, по миру книжки. Типа мне Миша предлагает, не то, чтобы я хотел. Нет, именно сделать, правило прописать или ты еще и вводишь гейммастерские? Именно, да, гейммастерские. Ну, чтобы развиваться в гейммастерстве, нужно как бы что-то... Короче, ты считаешь, что у меня не получится. Я считаю, что тебе нужно для начала... Я с тобой согласен. Для начала поводить немножко хоть что-нибудь по другим системам. Это как, знаешь, ты не играя в ВАХУ, ты вообще никогда не играл. И сразу начнешь писать свои собственные правила. Это вот то же самое, ты никогда не играл в ролевки. Как игрок там, типа, в одной этой сессии был. И будешь сразу писать систему и сразу гейммастерить. Ты все правильно говоришь, я с тобой полностью согласен. Ну, в общем, Миша... Ну, у меня возникла идея, как можно... Ты вот можешь Вову попросить сделать. Вова тебе поможет. Вова вообще топ из топов. Если что, всегда поможет. Однако, что-то меня никто не просил. Потому что я пока на это не соглашался. Была только такая идея. Идея-то у вас отнахерительный друг. Да. Переходим к большим системам Games Workshop. Age of Sigmar. Что же происходит в Age of Sigmar? У них, короче, все пипецко круто. Потому что сейчас они начинают падать в третью редакцию. Слово падает. Хорошо, хорошо. Свой Psychic Awakening-Giving Storm-End of Times. Ну, это не End of Times. Как она называется? Сейчас. Кто? Это Broken Realms. С Broken Realms. Сломанное царство. Царство. Порядка 60 томов. Скорее всего. Сколько? 60. Наши аналитики. Это как в это... Я уже понял 60. На сербском 6-10. Это не 6-10, это 60. Значит, что будет выходить? Ну, очевидно, что это будут какие-то дополнения по правилам. Как в Psychic Awakening был. Там будет Back, который будет рассказывать, что к этим... Как будет дальше развиваться ситуация с тем, что Марати там что-то наделала. Сейчас Славиш вылезает. Все остальные боки такие, что началось-то? И понеслась, короче. Ну, как, можно как раз туда Серафонов приплести, которые как бы за порядок. И новых темных эльфов. А вот как туда приплести нежить и Destruction, я пока не вижу. Нежить на данном этапе в Беке осаждает цитадель Архаода. Это, знаешь, как если бы в 40-к некроны очко ужаса осадили. Успешно. Я думаю, нежить можно легко приплести. А Архаон там внутри или он где-то там Шраид? Хер его знает, он летает. А у них зениток-то нету? Ну, то есть они прилетели в очко ужаса и какую-то родную планету Черного Легиона осаждают. А Абадону как бы... Совершенно в другом месте. А они осадить-то не могут, там никого нету. Просто дверь закрыта, они долгятся в нее и все. Алексей, напоминаю тебе, что вообще Age of Sigmar был сделан как раз с мыслью о том, чтобы у тебя можно было любую фракцию притянуть к носу. Ну... Сейчас пойдут там Скайвины откопаются. Эти придурки на трех колесницах приедут опять. Не, а Скайвинам... Блин, а Скайвинам... Кому? Они же только Скраеру дали нормальные, новые, хоть что-то. Новые хоть что-то? Хоть что-то. Ну типа новый Арми Бук, он же всех обидел. Нет, я про Миньки. Миньки никому не дали? Нет. Они за весь АО сдали только... Этот же инженер. Одной Минькой это не считается дали всем. Ну ладно, это когда-нибудь был End of Times, которым там отсыпали же нормально. Ну давай вспоминать End of Times. На квадратных подставках не считается. Просто как бы несчастные пестелинцы, которые типа со старым говном, а Эшен, которым вообще никогда ничего не давали. Ну да. Как бы если ты подрядился собирать Скайвинов, ты должен быть готов к тому, что 50% твоих миник ты вообще не достанешь никак и нигде. Либо это старый обезьяноподобный Скайвинов из шестой редакции. Да. Хотел собирать крыс, а начал собирать обезьян. Да. Маленький полустанок перед сорокетом Kill Team, который в принципе мы уже обсудили большей частью. Вот ты едешь на станцию, да? Проезжаешь маленький полустанок, до пироги труп валяется. Ну ладно, это не труп, это просто алкаш, который... Нормально? Нормально. Ну все, и ты дальше поехал. Что известно о нем? Да толком ничего. Ну как бы в этот анонсирован какое-то новое дополнение. Я даже не помню какая там тематичность этого дополнения. Это что-то новая Warzone какая-то там или что-то еще. А, ну это собственно по Ryan Nexus. Да-да-да-да. И кроны против Спейс Маринов. Где был ролик, идешь по коридору такой типа на тебя нападает. Да. Все. В райд. Или кто-то нападал. Точно. И все, больше толком ничего не известно. Ну а чтобы он не канул в лету, как какой-нибудь Shadow Wars, Armageddon или что-то. Ну да. Потому что под него-то выпустили гораздо больше, чем под Armageddon. Под Armageddon тогда одна коробка и вообще к ней не дошла. Потому что они придурки положили туда старые Минки и Терейн. И химический завод от Технолога, я попросил. Да, химический завод от Технолога. В общем, Kill Kim, держитесь там. Любим, целуем. И, естественно, самое главное и самое интересное для нас и для дружественного ресурса 40k. Ты Blood Bowl пропустил. Самый главный, самый интересный. Да ладно, Blood Bowl мы суждались. Ну ладно, ладно. Хорошо. Очень долго и очень. Отсадно. У нас, как вы понимаете, все хорошо. И тут немножко тон Андрея меняется. Типа у нас горизонт как бы всего лишь пару месяцев. Там до января мы знаем, что будет происходить. Как будто после этого типа ну таки ладно. В 40k не зашел. Типа закрываем эту вселенную. Созредоточимся на Некромунде. Очевидно, что у нас сейчас вот то, что будет у АОСа в середине, может быть, следующего года, мы уже находимся как раз в этом самом. У нас, значит, новая итерация, новая редакция. Ну, выпустили там, понятно, стартер, правила. И сейчас переиздают все кодексы. Причем, если они будут скорость соблюдать по два кодекса в месяц, это будет достаточно быстро, их пересдадут. Там, что дальше пойдет, хрен его знает. Не надо, не надо. Пожалуйста, помедленнее. Да ладно, что ты. Да вот ты опять не успеешь ни хрена. Понимаешь, возможно, они смотрели, что отлично продались книги Space Marines 2, HSM 2. А больше не было ни у кого 2. Вот. И в этой редакции у тебя будет и Орки 2, и Чорки 2. Господи, зная, как это работает, у тебя будет Space Marines 3. Да. И 4, да. Хорошо. И по новому кругу все саплименты. Мы пошутили в одном нашем выпуске, что вы думали, Space Marines закончились, начнут с саплименты. Так и случилось. Вы что, задумаете, закончились саплименты? Да. Новая редакция. Сейчас мы знаем только что. Что у нас сейчас в декабре выходят Девгард и Дарки. Правильно я помню? Нет. Дарки... Блоды. В январе. С ксеносами. Дарки. С непонятными до сих пор ксеносами. Не ясно кто. И все еще циркулируют слухи о том, что якобы новые какие-то ксеносы выйдут, которые дадут отпор. Кому там? Всем дадут отпор. Да. Новые ксеносы, которых никто никогда не видел в галактике, в трех уголках там замечены были и все. Всякое может быть. Хотя там уже тоже. Да. Типа вошли на японский рынок, вышли. Ну то было в 2000-е в самом начале. Тем не менее. Не, ну конечно пути ГВ неисповедимы. Но на фоне кучи неперевизданных кодексов выдавать новую фракцию вообще ни с кем не связывается, но это странно. Я еще могу понять, если они выпустят какую-то надстройку на уже существующих ксеносов, там экзодитов, например. Окей. Притянули к носу камень-душ, но тем не менее. А так чего нам не хватает еще одной четвертой эльдарской фракции? Смотри, если они просто выпускают кодексы к существующим фракциям, они просто подают кодексы к существующим фракциям. И то не факт, потому что многие скачают. А если выходит новая крутая фракция, ее покупать начинают вместе с кодексом. А ее что, не скачают? Вот это я понимаю подход. Новая редакция, новая фракция. Ну то есть сейчас у них закончатся продажи спейсмаринов, этих некронов замечательно. Хотя еще по некронам не все выпустили. По спейсмаринам тоже. По спейсмаринам там написано, что 7 отдельных коробок должны нам, и их нет. Ну это большая часть эндометуса. Солтный интерсессор, вот это все. У некров, по-моему, только флейды и еще какая-то сианина. Криптеки. Вот, точно. Ну то есть, ладно. Два этих стрёмных. Спейсмарины сильно обновляются, у них много выходит релизов. Ну например, я думаю, что у Дивгарда будет бутылка и будет герой. Который сядет на эту бутылку. Больше миник не будет, скорее всего. И примерно так будет у всех. Ну одна аминька максимум. Там может быть какой-то набор. У волков ничего себе выпустили со спруйкой этих риверов. Боже, что маркает. Ну ты купил, в лучшем случае, купил книжку, карты, кубы и аминьку эту. Типа очень мало денег с тебя, братан. Что значит очень мало? Блин, там куча релизов для спейсмаринов. Очень мало денег с тебя, братан. А вот если выходит новая фракция и там какие-то ну просто крутые ксеносы, знаешь, кошкодевки, короче. Все максимы всех стран срочно побегут скупать это. Ну это вот действительно должна быть фракция кошкодевок, наверное. Почему в Аусе до сих пор не заберет? Короче, знаешь, вот кодекс ты его сразу купил, а он тебе еще кошкодевки минет делает. Тогда да. В остальном мне не думаю. Это будущее, которому, я думаю, наши не доживут морковки. Жаль, жить в эту пору прекрасно. Так что, в целом, как бы, понятно, что сороке это только будет развиваться, потому что это, ну, по сути, главная доильная корова ГВ. Но как? Действительно, дальше не варя мы можем только предполагать. Ну, хорошо, если они будут выдерживать скорость по выходу кодекса. Хорошо, если выйдет новая фракция ксеносов, она будет интересна, и ГВ на этом не остановится. Потому что, ну, да, с одной стороны, это будет еще больше разваливать баланс. Это мы можем попасть опять на то, что фракция выйдет, но они и забудут. Там Black Templar наконец-то обрадовались. Вроде как слухи очень плотные ходят, что у них все-таки выйдет нормальное дополнение. Ну, как бы, я не думаю, что осталось много игроков за Black Templar, которые помнят, еще в кодекс играли им. Ну, слушай, Black Templar это все-таки не отдельная фракция, с ней проще. Ну, что, ну дадут Примарис Хелбрихта и обновят Саплю. Это же было единственное исключение в Орден Второго Основания вместе со всеми. В смысле, как отдельная фракция? Ну, типа есть Ультрамарины, Хирибины, Бибибирины и такой поп Black Templar. Да. Отдельный кодекс был только у них из второго основания. Да, все остальные были первыми. Да. Вот. Не придумай себе. Не знаю, кого. Хелбрехта. Хелбрехта. Такие дела, друзья мои. Какие системы из выше озвученных вы поддерживаете своим кошельком? Какие нет. Многое зависит от вас, сами понимаете. Если вы минчики покупать не будете, продавать продолжения не будут. Так что, ну-ка пошел и купил коробку. Ну, с этим сложно. Все коробки аэрофтики. Например, замечательные герои 3, о которых мы рассказывали на протяжении двух выпусков, как минимум, уже раскуплены все. Герои 3, в смысле герои не третьи герои. Ты каждый раз вам объясняешь это. Да ты каждый раз говоришь герои 3. Мы же не дураки, понимаете, в каких героях мы говорим. И, например, мы тут решили у ГВ заказать мини-чек. Потому что в нашей родине мини-чеков, в принципе, нет. Они как бы сайт эксклюзив. Как это? Веб эксклюзив называется. Веб store эксклюзив. Вот. Мне нужен был Defiler. То, чтобы он мне прям нужен, потому что мы все-таки нашли Мишиного. Но, я подумал, раз достать его невозможно, нужно заказать все равно. Про героин также. Достать его возможно, но заказать нужно все равно. Всегда лежит, если что, можно как бы с друзьями прикольнуть. Прикольнуться, да. И, чтобы вы думали, Defiler появился. Мы оформили заказ. К тому моменту, как, типа, заказ этот сформировался. Defiler нет. Да у них, блин, два Defiler лежало на складу. Нашли там в блоге. Не, ну круто. Винтажная миника. При том, что вроде как завод у них работает в нормальном режиме. В конверсии сам. Я не думаю, что он Defiler впечатает. Купи Soul Grinder или Monroos. И все. Алексей, нам не нужны полумеры. Нам нужен оригинальный Defiler с сайта ГВ. Думаешь, Soul Grinder достаточно легко? Да. Короче, понятно. Я все время привожу в пример авторынок, на котором, типа, спрос превышает предложение. Невозможно купить вообще ничего. Покупают такое говнище, которое, типа, в другие времена даже срать бы с мини сели. У нас хотя бы понятно, что, типа, единственный поставщик миник есть. Ну, там, за вычетом альтернативы. Но они тоже со спросом не справляются. А еще с поставками проблемы. И хорошо, что мы там не в Австралию, по-моему, не возят толком. Сейчас или куда. Или в Новозеландию. Машины или миньки? Миньки. Типа, до сих пор какие-то проблемы там где-то в южном полушарии. Ну, у австралийцев дикие проблемы, да. У них доходит до того, что дешевле с фарджин заказать, чем с ГВ. Тифигеть. Это они про наших летельщиков еще не знают. Пацаны. Тифигеть. Тифигеть. Короче, такие времена жесткие. Будем действительно конверсить дефайлеров из Пти Рейна. Он большой. Ему видней. Купи краба настоящего. Это, кстати, вариант. Помнишь, был этот сам у Технолога или у кого? Такой огромный. Да! Там Крозоритель, как-то так он назывался. 150 рублей чистого веселья. У нас есть штанбокс на канале. Нет, я про настоящего краба живого. Он уползет. Хотя, играть будет, возможно, лучше, чем дефайлер. Короче, такие вот у нас новости. Что-то мы... У нас релиз Bloodball, мы на час наговорили. После монтажа останется, конечно, меньше, но тем... Ну, в хорошей компании налить водички. Надеюсь, мы вас разлетели. Вы покрасили все, что вам нужно было покрасить. Все пробки, какие можно. Сидели тут. Я, говорит, три часа ехал домой. Два фильма посмотрел. Ну, хорошо водит. Что хочу сказать. Нет, он в пробке стоял все это время. А он стоял просто. Он не ехал. А он за рулем был? Ну да. Не, он просто встал посреди садового. Смотрю пару фильмов. Так вот, чем пробка туда была, оказывается. Так что завтра 20-30 наш обычный посредственный стрим. В субботу Михаил оценит ваш покрас. Также стрим от ГВ о том, что у них там какие слонешиты с какими нурглитами в какие дырки пихаются, вратаются. И еще через недельку Вова с Йеном Вотсоном. Будем есть говно. И трахать гинокрадок. Возможно одновременно. Звучит как отличная предвыборная программа. Оставайтесь с нами. Берегите себя. И свои именички. И своих гинокрадок. Особенно гинокрадок. Субтитры сделал DimaTorzok